Всегда есть область в жизни, где есть атака. Сегодня я в нашей уже постоянной рубрике субботней, где я читаю так называемые лекции об угге, я хочу поделиться такой большой, наверное, темой, постараюсь очень коротко, это атака. По другими словами есть одно такое интересное место, второе Коринфянам, это Новый Завет 12 глава 7 по 10 стих. Это слова апостола Павла, очень известный библейский персонаж, который написал большую часть книг Нового Завета. Он написал большую часть книг, которые сегодня считаются самыми главными, это послания к церквям, там большую часть написал послания к различным людям и так далее, которые вошли в каноническую Библию. И он был апостолом язычников, большую часть людей на тот момент, которые были не на территории Израиля, современной Палестины и прочего, достиг он и его команда. То есть три миссионерские поездки огромные в разные страны за его жизнь. И закончил он тем, что он погиб за Евангелие, то есть был казнен. И апостол Павел, он пишет 2 Коринфянам, это послание 12 глава 7, 10 стих. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольна для тебя благодать, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». И вот сегодня, да, моя тема, она про жало вплоть. То есть она про то, что в жизни христианина, верующего человека, человека, который хочет или уже посвятил свою жизнь Богу и старается жить какой-то праведной, святой жизнью и так далее, никогда не будет так, что у вас всегда все по благодати. Знаете, это ложное Евангелие, когда вам говорят «Сейчас ты придешь к Богу, аллилуйя, и у тебя все будет в жизни только хорошо, богатство, ты сразу исцелишься, у тебя будет прекрасная семья» и так далее. Конечно, все это будет, аминь. Но! Возможно, не сразу. Возможно, тебе придется пройти какой-то путь. Ну вот, к примеру, возьмем меня. Я в 93-м году впервые услышал о Боге. Услышал я о Боге интересным способом. Мы учились в школе, к нам приехали миссионеры из Америки, и прямо в школе у нас, представляете, организовали церковь. То есть прямо в актовом зале. Это были 90-е годы, была разруха там, с другой стороны, какие-то люди, наоборот, преуспевали. Такая катавасия была на тот момент. Мы подростками приняли решение начать ходить к ним в церковь. Но у нас был немножко неправильный мотив. Мы хотели украсть у них синтезатор. Думаем, сейчас мы под видом сектантов церковных проникнем к ним в эту церковь, так называемую. Тем более она была странная, далеко не православная. Они там какой-то футбол американский играли, какие-то жвачки нам перечные давали, чтобы мы поменьше, видимо, просили жвачек. И мы прям задумали, затеяли, украсть синтезатор. Мы уже представили себе, как мы его продадим, как мы потратим эти деньги. Мы тогда вели такой не совсем христианский образ жизни. Нам там было по 14, по 15, по 13 лет. Мы были совсем подростками. Такие были 90-е годы. И мы вчетвером туда проникли. Они нам говорили про Бога, подарили Библию мне на английском языке. Подписали, как сейчас помню, to my friend от Little Brian. Little Brian звали этого парня. Это был первый человек, который мне проповедовал Евангелие. Маленький Брайн проповедовал мне Евангелие. И я тогда не до конца понял. Но что-то в моей душе, в моем сердце, как бы что-то начало откладываться. Я пытался читать эту Библию по-английскому. Даже, по-моему, писал ему письма какие-то в Америку потом. Ну, то есть пытался наладить с ним какой-то диалог. Но мы не украли синтезатор. Но произошло так, что сейчас из нас четверых, да, один это я. То есть я верный человек, христианин, служитель, да, вот занимаюсь тем, что подробно рассказываю людям о Боге, там, на Ютубе, в других своих социальных сетях, да, и делаю это, ну, как мне кажется. Кстати, напишите в комментариях, пожалуйста, да, делаю это как-то вот простым человеческим нерелигиозным способом. Ну, то есть как бы пытаюсь, ну, понятным языком как бы донести какие-то библейские истины для простых людей. Без вот этого ежи и си, без вот этого ты должен покаяться, иначе ты в ад пойдешь, без вот этого, что ты должен, должен, должен. Про то, что Бог тебя любит, Бог любит бизнесменов, предпринимателей и так далее. Первый это я, второй это сейчас пастор церкви Дима, мой друг, да, детство в Новосибирске, то есть он стал пастором церкви. Еще один парень, он в другом, в другой стране сейчас, в Мексике вообще пастор, представляете, один парень умер. Ну, к сожалению, да, там, он употреблял наркотики, умер от наркотиков в 90-е годы, вот Никита его звали. То есть по большому счету, вот, то слово, то семя, которое было посеяно тогда, оно вот так прословно в нашей жизни. Но на тот момент я вообще не принял этого, да, и дальше моя жизнь, несмотря на то, что я вроде пришел в церковь, там, прочитал молитву покаяния, скорее всего, да, ну, то есть не скорее всего, а точно прочитал, потому что они нас 100% как бы там покаяли, прочитали нам молитву, мы ее повторили по-любому, ну, я просто знаю, да, как это все происходит, но мы устами своими сказали, но сердце было далеко, да, от Бога. И дальше в моей жизни был целый этап, там, до 2004 года, то есть 11 с лишним лет, то есть моя жизнь вообще была кардинально не с Богом, понимаете, то есть я жил вообще просто другую левую жизнь, у меня была масса трудностей, проблем там или еще чего, то есть я по факту как бы не принял и как бы отступил от Бога, да. Дальше, потом в 2007 году я пережил сверхъестественную встречу с Богом. В 2008 году, точнее, 3 января я был в лесу, вот, пришел Бог ко мне, стоял на коленях, вот, не то, чтобы там Бог в обличии, там, ангела пришел, да, я просто внутри понял, что Бог здесь, что я вообще жил неправильно, то есть вот полностью я жил неправильно, все в моей жизни вроде было не совсем и вообще все плохо, да, но что-то было плохо, что-то было более-менее нормально, вот, но я понял, что все жил, все зря мне 27 лет, 27 лет, я что жил, то зря, или там даже 22, а не, даже больше мне было, там уже 28 лет, вот, и я такой думаю, да, вот, и в этот момент я вообще потерял полностью, знаете, как бы свои какие-то мысли, и Бог мне тогда начал внутри меня говорить, как бы я это сам повторял, то есть своим ртом, стоя на коленях, и тут же начинал это слышать и в это верить, я говорил, ты будешь проповедовать, Бог говорил, да, я повторял, ты будешь проповедовать, тут же это слышал, и многие спасутся, вот, и многие спасутся, показал мне жену, двоих детей, дом и собаку, да, вот, и потом приехал трактор, это было в лесу, и я вышел из этого состояния, подумал, вообще, что-то со мной не то произошло, какой-то гипноз, я в сектарский, наверное, попал, меня, наверное, загипнотизировали и так далее, и Бог тогда со мной не договорил, и я опять стоял на коленях, и я вот так кричал, а если я всего этого не сделаю, я об этом, кстати, пишу в своей книге, прям целую голову, да, вот о сверхъестественной встрече с Богом, вот, есть, я написал книгу, бизнес по-честному, как стать миллионером и не потерять веру в Бога, вот, вы можете найти, кстати, на книгу описаний, подробно прочитать, вообще, мое свидетельство, мою историю, если вам интересно, думаю, вам зайдет, есть огромное количество положительных отзывов, и на Вайлдберрис, и на Озоне, она везде есть, то есть, эта книга, вот, моего свидетельства, как я вообще стал христианином, почему я вообще верю-то в этого Бога, вот, и я после той встречи, ну, пусть у меня сердце на секунду в ледышку превратилось, я понял, что я просто умру, то есть, я не буду говорить о Боге, вот, и для меня сейчас Бог более реален, чем вот эта камера, в которую я смотрю, записывая сегодняшнюю лекцию о Боге для вас, и с 2007 года, да, сейчас у меня есть жена, там, даже не двое, а трое детей, да, вот, дом вот этот, который мне Бог обещал, да, бизнесы, служения, огромное количество подписчиков и прочего, но с 2008 года, января, по 2013 год, в течение пяти лет, я был не женат, то есть, я жил вообще без всяких разных сексуальных связей, в чистоте, там, и так далее, то есть, ну, без, молодой парень, да, я жил без секса, сейчас такие грустные комментарии, грустные комментарии, как нам тебя жалко, и так далее, но нет, Бог давал мне благодать, то есть, да, мне было трудно, мне было тишиной, это была немощная история, я был в завете с Богом, то есть, я заходил в служение, говорил, что я там не буду полгода жениться, потом еще год жениться, то есть, я посвящался Богу, потому что я хотел изучить Бога, познать Бога, узнать, как бы выстроить с Ним отношения, выстроить свою другую жизнь, не ту, которая жил до 27, потом еще долгое время, я приехал на миссию, у меня было всего 5 тысяч в кармане, я работал дворником, подметал улицы, однажды, друзья, я уже был верующим человеком, я стоял на улице, вот, подметал улицу, у меня был уже свой небольшой бизнес в этот момент, просто мужик подошел, ну, такой немного нерусский, вот на рынке какой-то продавец, наверное, или кто, покурил вот так, и просто бычок мне бросил под ноги, он берет, такой, покурил, и мне бычок бросил, я такой думаю, так, ну, еще же, знаете, все равно, сила в небо считается, твой немощный, греховный рассудок, я думаю, сейчас, если я вот так вот хуком, или как это, да, не хук, а перкот, да, снизу, вот, если по бороде ему ударю, да, я тоже спортом занимался раньше, думаю, я его вырублю сразу, и все, вот у меня такие мысли, хотя я уже был христианин на тот момент, ну, и, конечно, я внутренне смирился, я взял, поднял этот окурок, бычок, затушил и бросил его в урну, и на тот момент я одержал победу тоже, да, вот, ну, я с не собой хвалюсь, понимаете, это ситуация немощи, это ситуация сложная и так далее, и поэтому апостол Павел, он и говорит, да, он говорит, несмотря на то, что я верующий человек, несмотря на то, что я апостол, несмотря на то, что по моей молитве, там, люди исцелялись, да, там, помните, каких только вещей не было, человек умер на его проповеди, он помолился, там, да, человек воскрес, то есть, он говорит, я три раза молился Богу, три раза, и все равно это от меня не ушло, мы не знаем, что это было, что это было за жалость плоть, кто-то говорит, что у него были проблемы со зрением, кто-то говорит, что у него были проблемы по здоровью, кто-то говорит, что он там чуть ли не слепой был, да, и помните, он в Евангелиях писал, там, типа, своей рукой я вот это написал, поэтому он не мог писать, диктовал, за то, что у него было плохое зрение, Он говорит тут, да, дано мне жало в плоть, да, и что это такое? То есть это место, где ты сражаешься или даже порой проигрываешь, потому что, друзья, очень часто путь с Богом, путь в бизнесе, путь в семейной жизни, путь в твоем хождении со Христом, да, или просто там придерживание каких-то твоих ценностей и так далее, ты будешь порой проигрывать. Не бывает так, что ты каждый день, каждый день, каждый день как бы выиграешь. И даже если ты будешь выигрывать, ты должен помнить, что победа твоя от Господа. Говорит Писание, приготавливая коня на битву, помни, что победа твоя от Бога. И поэтому сегодня, друзья, да, не бывает так, понимаете, то есть, что у тебя всегда проигрыш тоже. То есть все равно в твоей жизни должны быть области покоя. То есть жизнь, она вот как, понимаете, она, ну вот, как бы сердце, вот оно бьется, да, вверх-вниз и так далее. В бизнесе, то есть вы думаете, что ли у вас все вот так вот всегда будет? Нет, у вас будут как бы взлеты, падения, опять поднимания и так далее. Но самое главное, что наша с вами жизнь пульсирует. Несмотря на то, что у нас есть какие-то сферы, которые подвергаются атакам. Я однажды молился Богу, и у меня есть сферы до сих пор в моей жизни, где я еще не нашел себе покоя. Вы скажете, Сергей, ну какое право ты имеешь тут нам тогда что-то говорить или что-то учить? Нет, я такой же, как и вы, друзья. У меня есть области, где я атакуем, где есть осада. Вот мы в прошлом году, за то, что мы такие крутые бизнесмены вроде, да, у нас там сотни миллионов выручки, да, огромное количество филиалов, да, там, большое служение, там, куча всяких разных бизнесов, гора подписчиков там, да, и так далее. Мы потеряли огромное количество денег, мы просто зевнули. Как Владимир Владимирович, да, недавно, мы зевнули, вот, мы просто зевнули. И это была атака, это была целая осада, то есть наш бизнес, он устоял только благодаря реально Богу, понимаешь, и команде, которая есть, потому что другие бы пережили бы банкротство. Если бы у нас был бы просто один бизнес, а не много всяких разных, да, потому что мы за счет, там, других направлений, как бы, вот в итоге перекрывали, как бы, этот большой убыток. И мы начали считать, там, на 25 миллионах рублей мы остановились, и даже считать дальше не стали, сказал, все, не считайте, потому что уже дальше, как бы, цифры были, которые вводили тебя в состояние уныния, как бы, понимаешь, то есть ты просто, как бы, начинаешь осознавать, ты понимаешь, что это, там, не знаю, там, твоя квартира, это новые какие-то бизнесы, места, там, какая-то машина, там, не знаю, мы могли себе купить, там, ультрасовременные машины последних моделей, там, еще и по квартире себе купить, там, вдвоем с партнером. То есть, и это, как бы, ну, мы христиане, у нас это происходит, несмотря на то, что мы, мы немощные, понимаете? То есть, он и говорит, то есть, да, он говорит, я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христа. И поэтому я сегодня спокойно говорю об этом. Я не хочу хвалиться только достижениями в том, что, вот, знаете, у меня вот это супер, у меня вот это, вот это и есть, как бы, там, знаете, инфо, не совсем люблю слово инфо-цыганство, да, это когда мы, знаете, ай-на-не-на-не, ай-на-не-на-не. Что, как дела? Хорошо. Да что у тебя хорошо? Ну, ты приди, скажи, скажи, да у меня сейчас вообще труба. Вот для этого и нужна церковь, для этого и нужно сообщество. Для этого и Бог пришел в нашу жизнь, чтобы мы пришли к Нему и искренне, по-настоящему сказали, пришли, мы сказали, слушай, Господи, Господи, я не могу уже, я с этой областью не справляюсь. Вместо того, чтобы натягивать улыбку, знаете, лицемерить, как бы, там, и прочее, то есть, ну, для этого и есть верующие люди, для этого, чтобы, то есть, он говорит, если злостраждет ли кто из вас, пусть молится, если у тебя в жизни страдания, если в твоей жизни зло есть, причем не только внешнее, потому что, знаешь, есть внешнее зло, и внешнее зло, это не самое страшное зло, знаешь, это как внешние грехи, то есть, вот есть внешние грехи, там, наркотики, там, алкоголь, там, да, там, я не знаю, зависимости какие-то, лудомания, игромания, ну, такие внешние грехи, вот, а есть внутренние грехи, это внешнее зло, опасность какая-то, там, да, от недоброжелателей твоих, от врагов, это все внешнее, внешняя угроза, а есть внутреннее зло, внутренний демон, который сидит, понимаешь, плоти, которая говорит, отступи, предай, соблуди, своруй, осуди, позавидуй, не прощай, это сидит внутри, и вот это зло, когда Иисус Христос, он молился, он говорил, которых ты мне дал, я сохранил, и дальше он молится и говорит, сохрани их от зла, я всегда говорю, от какого зла, от того, что их всех убьют, распнут, и только один из них умрет своей смертью, и то на каторге, сохрани их от внутреннего зла, поэтому нам нужна исповедь, вот мы делаем сейчас духовный выезд, то есть мы собираемся вместе, молимся, написано, признавайтесь друг перед другом, в проступках, многое может усиленная молитва праведного, в чем наша праведность, наша праведность, она от Бога, не потому что мы такие крутые, такие праведные, такие супер, такие классные, потому что мы исповедуем свои грехи, потому что мы приходим настоящие к Богу, почему Бог, он говорил, Давид, это мой друг вообще, вот ты бы хотел быть с Богом в друзьях, но так же тогда и прийти и сказать ему, как Давид, Давид приходит однажды к Богу, и он говорит, Господи, ты молился вот так хоть раз, я ненавижу этих людей, пусть их дети станут сиротами, пусть их родители умрут, пусть дьявол сядет, донесну их, представляете, такие, подожди, мне не укладывается, что это за молитва такая, а вы что думаете, что если вы придете к Богу, по-настоящему все ему расскажете, и Бог пойдет убивать каких-то детей, разбивать им головы, нет, эта молитва нужна была Давиду, то есть нужно открывать свое желание перед Богом, открывать свое сердце перед Богом, и поэтому апостол Павел, слушайте, сила моя в немощи, смотрите, но бывает, что есть большое сражение, и ты истощен, ну то есть бывает, ты выигрываешь, 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 потом происходит осада какая-то, потом происходит какое-то сражение, я давайте вот, мне потом команда пусть напомнит, я целую лекцию проповедь о Боге, про осаду расскажу, что такое осада, Потому что, смотрите, есть прямая атака, когда ты понимаешь, кто твой враг, что он хочет, что он хочет у тебя украсть, забрать, погубить. Но бывает, что ты находишься в осаде, тебя окружили, ты даже не понимаешь, кто и что это делает. Не понимаешь? И в нашей жизни есть вот эти большие сражения, мы истощены, мы истощены. И в этом нет ничего, опять же, постыдного и плохого, когда мы приходим к Богу и говорим, Господи, прославляйся в моей жизни. Сила твоя совершается в моей немощи, я истощен, я иснеможден, я слаб. Бедный скажет, я богат. Может быть, ты сегодня беден, может быть, ты сегодня нищий и так далее. Не соглашайся с этой позицией, не соглашайся с этой ситуацией в своей жизни. Скажи, я богат, слабый скажет, я силен. И бывает такой день, друзья, как будто весь ад свалился на тебя. Ты встаешь утром, весь ад на тебя свалился. Ты приходишь вечером домой, и он тебя не отпустило. И знаешь, и в этот момент дьявол, он хочет тебе сказать, ты не христианин, ты не знаешь Бога, ты слабый. И будет подкидывать тебе депрессивные мысли, суицидальные вещи. Он будет подкидывать тебе какие-то моменты, он будет тебя отсквернять, очернять, он будет говорить о твоих грехах тебе и так далее. Он прокурор, он судит, он хочет, чтобы тебе дали самый главный срок в аду, которая называется вечность. Потому что ему этот срок уготован, этот ад он для него, ад он не для тебя и меня, ад он для сатаны. Для нас с вами небеса, обетованная земля, вот что с вами для нас, эдемский сад. Но дьявол заинтересован, чтобы мы с тобой уповали на собственные силы, в моменты слабости и прочего сдавались и опускали руки. Но на самом деле есть удивительные, уникальные слова в Библии, которые невероятно подходят предпринимателям, лидерам, служителям и так далее. Это 1 Коринфянам 15 глава с 55 стиха. Здесь написано «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. В благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим, Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные и сестры тоже, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом». И здесь конкретно написано, он говорит «Подожди, жало же смерти – грех, а сила греха – закон». Но мы благодарим Бога, потому что Он даровал нам эту победу как? Не потому что мы сильные, не потому что мы суперчемпионы или суперкомпетенты, но потому что у нас есть наше главное преимущество, у верующих людей – это Иисус Христос. И если ты еще не принял Его в свое сердце, то уже пора это сделать, сказать «Господь, войди в мое сердце, в мою жизнь я хочу быть по жизни победителем». Даже если я проигрываю, даже если я сегодня лузер, даже если сегодня у меня плохой черный критический день, я все равно побеждаю, потому что ты мой Бог. И потому что победа одержана тобой на кресте. Потому что дьявол побежден, посрамлен, и он не имеет сегодня никакой власти, кроме вот этих постыдных вещей, подкидывать мне какие-то мысли, сомнения, разрушать мою веру, точить, подкидывать на мой порог грехи и прочее, и прочее. Но Бывля говорит, ты господствуешь над ним, потому что господство над грехом и господство над всем этим не через то, что это не происходит в твоей жизни. То есть нам не избежать искушений, нам не избежать поражений каких-то, нам не избежать атак, осад и прочего, но у нас есть с вами победа во Христе Иисусе. Он говорит, и так, и так, как бы подводя финал. Ой, мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. И вот знаешь, Бог, если дьявол и люди, они смотрят тактически на твою жизнь, то сегодня, знаешь, в твоей жизни поражение, сегодня в твоей жизни атака, сегодня ты проигрываешь, и люди приходят, говорят, ты лузер, ты проигрываешь, дьявол приходит и суждает себя, Бог, он вообще не так смотрит. Бог, он в этот момент смотрит на всю твою жизнь целиком. И он говорит, подожди, сегодня ты проигрывал, но вчера ты делал труд для меня, ты продолжаешь быть, служить мне, ты продолжаешь делать что-то, ты продолжаешь делать мое дело, ты продолжаешь исполнять мое призвание. Да, я знаю, как тебе тяжело, я знаю, как тебе сегодня трудно, я знаю тебя, я знаю твое сердце, я знаю твои мысли, я смотрю глубоко внутрь тебя. И Бог, Он говорит, я смотрю на твою жизнь, дочь моя, я смотрю на твое сердце, будь тверд, будь мужествен, сын мой, будь непоколебим. Несмотря на то, что сегодня вся земля рушится с треском, знаю, я не поколеблюсь, потому что Бог со мной. Знаете, Бог любит нас так, как будто Ему больше некого любить, как будто мы одни на всей планете. И сегодня мое послание, оно простое. Даже если в твоей жизни есть жало, даже в твоей жизни есть атака, даже в твоей жизни есть ситуация, если есть какая-то ехидна, змея и так далее, знай, что Бог все равно есть, и Он все равно любит тебя, и Он все равно за тебя. Потому что Он отдал Своего Сына за тебя и меня, и Он дал нам сегодня Духа Святого. А Дух Святой написан Утешитель. И знаешь, если ты по-настоящему обратишься к Нему, без лицемерия, без каких-то форм, если ты придешь по-настоящему к Нему и скажешь, Господь, Господь, я нуждаюсь в тебе, мне так плохо. Бог, Он реагирует на правду. На правду. И у Него свое понимание правды. И Он знает, как тебе тяжело. И Бог, написано, Он утешит, утешит. Потому что я знаю по своей жизни, что самое главное, это не обстоятельства, самое главное, это не ситуация, самое главное, это состояние, в котором я нахожусь сейчас. Потому что можно быть, как знаете, Франкл, да, вот книга «Скажи жизни, да», он был в концлагере, его родные все погибли, жена погибла в газовой камере. Но Он был счастливее, чем охранник. Потому что внутри, в своем состоянии, Он говорил, мое будущее не потеряно. Он представлял себе, как Он выйдет из этого концлагеря. Он представлял себе то, как все произойдет. И знаешь, есть три таких момента, которые нам нужно с вами понять и уловить. Что хочет украсть дьявол? Он ворует наше будущее. Он пытается внушить о том, что у нас нет будущего. Но Библия говорит, у тебя есть надежда. Это надежда Иисус Христос. И будущность твоя не потеряна. Второе, что Он хочет сделать и делает порой, Он пытается внушить нам мысль, чтобы мы осуждали себя за свое прошлое. Мы начинаем копошиться в своем детстве. Мы начинаем копошиться в своем вчерашнем дне. Мы начинаем вспоминать, какое у нас было плохое утро, и что мы сегодня не помолились, или еще что-то с нами не произошло. Или что мы согрешили. Но Господь говорит, забывая заднее, простирайся вперед. Стремись к высшей почести во Христе Иисусе. Он говорит, я грехов твоих не воспомяну. Бог, Он не Бог прошлого. Хотя Бог силен прийти в твое прошлое и уничтожить ту ситуацию, которая была. Может быть, это было насилие. Может быть, это была какая-то вещь. Может быть, это был какой-то грех. На кресте аннулируется все. И третье. Дьявол хочет украть наше настоящее. Понимаешь? Я не готовился плакать здесь сегодня. Но я счастлив тому, что у меня бегут слезы. Никто же не знает, что сейчас происходит в моей жизни или в твоей. Но я счастлив тому моменту, который у меня есть. Я счастлив, что я сегодня живу. И я не хочу отдавать дьяволу это. И даже если сегодня ты проигрываешь, даже если сегодня не твой день, даже если сегодня весь ад на тебя свалился, не дай дьяволу украсть твое настоящее. Начни благодарить. Просто начни благодарить. Господи, я благодарю тебя. У меня есть руки, у меня есть ноги, у меня есть голова. Да, может быть, у меня пустой кошелек. Да, может быть, я насмотрелся или насмотрелся блогеров каких-то в интернете, которые показывают там какую-то супер жизнь, короче. И может быть, я кому-то завидую. Да, я завидую, Господи. И избавь меня от этой зависти. Я когда-то помню, в самом начале пути, когда вот я рассказывал, я там дворником работал, да, я помню, иду, и едет мне навстречу машина, черная такая, большая. Я иду такой, и вижу, там сидит парень, у него такое кольцо, с каким-то, мне казалось, даже с бриллиантом. Я про все разглядел, знаете, он едет такой, ну, как бы, примерно моего возраста парень, там, мне лет 30 тогда было. Вот, и я так, знаете, думаю, вот чё к чему я вообще, как бы, ну, там, ерундой какую-то занимаюсь, зачем я вообще, там, хожу по улицам, проповедую, сегодня, там, объявления какие-то буду клеить, еще что-то. Зачем мне все это надо? Мне надо просто, как бы, ну, просто мне надо вот деньги зарабатывать, деньги делать. Я же тоже могу, как он, знаете, как бы, я начал завидовать этому человеку. И мне в тот же момент Господь говорит, да не завидую сердце твое грешникам. Поэтому давайте благодарить за то, что у нас есть. И в заключении хочу сказать, знаете, это сегодняшнее слово, оно невероятно помазанное. Я даже сам не ожидал, что так получится. У меня большая просьба, возьми это видео, поделись им со своими родными, близкими, друзьями, может быть, да, там, с людьми, с которыми ты общаешься, просто перекинь кому-то это видео. Я знаю, что это поможет кому-то одержать победу сегодня, одержать ту самую победу, которую мы сегодня читали, да. Давайте еще раз мы прочитаем это место. Благодарение Богу. Благодарение Богу. Я благодарю сегодня Бога, даровавшему нам победу. Господом нашим, Иисусом Христом. Был Сергей Коростелев. Проект «Бизнес по-честному». Здесь простыми словами о Боге, Библии. Внимательстве и лидерстве. Да хранит вас Бог. Пока. Еще у нас есть классный, замечательный, мощный проект «Охотники за мечтами». Это благотворительный проект, который мы делаем командой. Это тоже наше служение. Мы берем детей с многодетных семей, с одиноких, с особенностями развития. То есть это аутисты, инвалиды или просто талантливые дети. И мы также им раздаем удочки. То есть мы им не просто финансово помогаем. Мы им даем возможность развить свой дар и талант в долгую. К примеру, научиться петь, научиться играть на скрипке, стать спортсменом. То есть мы помогаем в длительную, в долгую этой семье, этому ребенку. И через это мы им проповедуем Евангелие, как всегда, делами. Здесь будет информация об этом служении. Вы также можете найти ссылку или сделать себе с телефона, навести камеру на скриншот и сделать добровольное пожертвование. То есть все эти деньги, они в прозрачную уделяются на благотворительность. Если это есть в вашем сердце и вы хотите стать одним из этих миллионеров в будущем или, возможно, уже вы сейчас, филантропов, то добро пожаловать. С вами был Сергей Коростелев и проект «Бизнес по-честному». Помните, что честным быть выгодно. И да благословит вас Господь! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...